Они пострадали от стихии, но вот уже 4 года не могут добиться дома. В Вести обратилась многодетная семья Келькеевых из Адыгихабльского района, которая в 2012 году осталась без крыши над головой. Мадина Каракетова разбиралась в проблеме. Мать четверых детей Татьяна Келькеева встречает нас у ворот. Хочу рассказать о своей беде всей республики. И возможно тогда мы будем услышаны, так объясняет она свое решение. Это съемное жилье. Хотя нет, сердобольная местная жительница пустила семью, оставшуюся без крыши над головой, на время в свой старый дом. А здесь жили Келькеевы до 2012 года, пока не обрушилась стихия в виде шквалистого ветра и ливней. По словам близкого родственника семьи Дагира Анирова, тогда приезжала комиссия из числа представителей администрации Адыгихабльского района и МЧС. Постановили, что дом непригоден для жилья. Акт составили и срочно сказали им выселиться с этого здания. После чего они за свет, за газ заплатили полностью. Их отключили от всего. Дом под снос пошел. По идее, в скором времени семья должна была получить сертификат на приобретение жилья. Но все оказалось не так просто. Адыгихабльский районный суд вынес определение, по которому в список пострадавших не входили двое новорожденных на тот момент детей Келькеевых и брат главы семьи, инвалид детства. На момент стихийного детства двое новорожденных детей не были прописаны. И суд первой инстанции им отказал включить в список этих двух детей. Следующий инвалид детства прописан с детства здесь до сих пор. На момент стихийного бедствия он должен был, по их словам, находиться дома. Но он находился, бедный, лежал в психиатрической больнице. Но определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда республики за всеми ними было признано право на включение в список пострадавших от стихийного бедствия. Но в то же время апелляционное определение той же судебной коллегии гласит о том, что это ни к чему не обязывает МЧС России. С тех пор вот уже 4 года семья Келькеевых, которая увеличилась еще на двоих, ютится где попало. В доме, где они проживают сейчас, нет газа, воды, света. Сам дом в аварийном состоянии. Везде трещины, отходят стены, провис потолок. В дождливую погоду вся вода идет в комнату, рассказывает Татьяна. И всерьез опасается, что крыша в любой момент может обвалиться. Отходит стена, вот тут щели, такие большие щели. Заложила, вот матрасы и покрывала старые. Заложили. А тут тоже все отходит. Сквозники ужасные. Ни воды в доме нету. Трещина вот тоже. Там тоже в углу трещина, за шифонером не видно. Ну так тоже, в общем, дом весь разваливается. Летом обходилось, но сейчас отапливают помещение газом. Кстати, он у Келькеевых привозной. Чуть бы не сгорели тут. Тут печка у меня стояла, отапливался коридор. Думаю, что дети выходят теплее, чтобы было. А она как ночью палаханула. Хорошо мой брат родной тут спал. Вот так. Сейчас Келькеевы ищут новое место пристанища. Эта временная развалюха понадобилась своим хозяевам. Дагир Амира взял на себя все заботы о восстановлении справедливости относительно семьи Келькеевых. Но вот уже четыре года все его попытки пока сводятся к напрасным походам в разные инстанции. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Адыгехабльский район.